Здравствуйте! Вы смотрите программу События. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Россия, Крым вместе навсегда. Самарцы отметили третью годовщину воссоединения полуострова с Большой Землей. Из Самары в Стамбул. С любовью. Восточная страна стала ближе. Любишь кататься, люби и правила соблюдать. В Самаре прошла акция «Безопасный трамвай». Коммунальная авария на мехзаводе. Питьевая вода для жителей только в бойлерах. Крылья Советов прервали серию из одних поражений, но остаются в зоне вылета из Премьер-лиги. Больше 10 тысяч самарцев пришли в эти выходные на площадь Куйбышева. И даже совсем не весенняя погода не остановила тех, кто праздновал третью годовщину воссоединения Крыма с Россией. Главным событием стала молодежная акция «Россия-Крым вместе навсегда». За звание лучших и первый приз боролись танцевальные студенческие коллективы. Открылась и выставка советского плаката, посвященная отдыха в Крыму. Обо всем по порядку расскажут наши корреспонденты. Третью годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Самара отмечает большим танцевальным состязанием. За звание лучших борются студенческие коллективы. Современный танец, как объединяющий символ, понятный каждому. Пока команды участники разминаются, гости праздника греются под музыку и вспоминают, что Крым значит для каждого из них. Сергей Иванов там был два года назад вместе с делегацией от Самары. «И я общался и со студентами, и со школьниками, и с жителями, которые со слезами на глазах говорили, как они счастливы, что вошли в состав Российской Федерации». Екатерина Жирнова из Симферополя приехала в Самару учиться на хореографа. Когда Крым стал частью России, девушка еще училась в школе. Вспоминает, как все обсуждали исторический момент. «Это возвращение Крыма на свою родину и всех людей, жителей тоже на свою родину, Россию». Крым и Севастополь называют своим родным. Ведь самарцы не раз участвовали в истории полуострова, боролись с врагами на Крымской земле. А сейчас при поддержке городской и областной администрации активно помогают развивать новый российский регион. «И мы как единая семья, семья многонациональная, семья, которая едины духом, едины общими целями и задачами, мы сделаем все, чтобы наша страна была великой, и никто больше не посягал на ее независимость и самостоятельность». «И замечательно, что до последнего времени предпринимаются такие шаги, которые позволяют нам почувствовать нашу державность, нашу самостоятельность. Те шаги, которые дают нам возможность защищать себя гражданами великой, достойной страны». Эффектные, динамичные, заводные танцы. А жюри с трудом выбирает победителя. Первое место занимает команда Самарского государственного социально-педагогического университета. Приз – поездка в Крым. «Мы хотели и очень надеялись войти в тройку, но победить и обойти команду, которая существует уже по 10 лет, мы не ожидали, поэтому мы до сих пор пребываем в шоке». Все участники получают награды и благодарности от губернатора. И теперь, как в известном фильме, танцуют все. В день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в одном из торговых центров открылась выставка советских туристических плакатов 20-80-х годов. Советские плакаты – уникальное явление в мировом искусстве. В СССР действовала настоящая школа, где специально учили искусству агитационного плаката. Часть крымской коллекции плакатов презентовали самарцам. В коллекции всего около 30 плакатов. Базируется эта коллекция, так скажем, в галерее «Арт-бульвар» в Севастополе. Но также мы вывозим ее на различные выставки в Москве, вот в Самару привезли. В Самаре выставка пробудет до 31 марта. После отправится в тур по России. Валерия Макарова, Олеся Корецкая, Константин Головин. События. С Самарой и Крым вместе навсегда. Сотрудничество двух регионов будет оформлено документально. Подготовлен проект соглашения, который планируется подписать 22 апреля на Международном экономическом форуме в Ялте. Об этом говорили на встрече губернатор Николай Меркушкин и официальная делегация Республики Крым. В разговоре приняли участие представители Республиканской администрации, руководители исполнительной и представительной власти Сакского района республики. Весной 2014 года Самарская область одной из первых поддержала жителей Крыма и откликнулась на призыв помочь новому региону России. По инициативе губернатора были собраны средства на капитальный ремонт мемориального комплекса в селе Геройском. Была оказана помощь школам, детским садам и больницам Сакского района. Ежегодно там проводится волонтерская акция студентов «Мы вместе». И сегодня Самарская область оказывает району шефскую поддержку. С бюджетом мы практически тогда ничего не выделяли. Это все собранное, то есть люди добровольно вносили и было собрано более 60 миллионов рублей. В течение одного месяца люди внесли деньги. И мы за это фонд оплачивали и монументы, и парты, и больницы, и ремонт школ. Приезжают ветераны, приезжают жители, приезжает молодежь. Это очень, скажем так, знаковое. У нас такое место, и огромное вам еще раз, даже, скажу так, низкий поклон. Поклон за такой, скажем, помощи, в реставрации нашего северного комплекса. Конечно, потому что у нас почти два за помощь, которая оказывается нашей медицине, нашим школам, нашим детским садикам. Из Самары в Стамбул национальный авиаперевозчик Турецкой Республики авиакомпания Tokish Airlines будет перевозить пассажиров международного аэропорта Курумыч по маршруту Самара-Стамбул. Авиакомпания имеет статус четырехзвездной и входит в Стар Альянс. Ее парк насчитывает более 300 самолетов, как пассажирских, так и грузовых. Маршрутная сеть компании охватывает 296 направлений по всему миру, включая 247 международных и 49 внутренних. В 2016 году турецкого перевозчика шестой раз подряд признали лучшей авиакомпанией Европы. Направление в России планировали расширять уже давно. Теперь прямые рейсы открываются из Воронежа и Самары. Вылеты из Стамбула в Самару будут совершать по вторникам, четвергам и субботам в 20.30 из Самары по средам, пятницам и воскресеньям в 2 часа 5 минут. Турецкая линия уже долгое время рассматривает рынок Самары, рассматривает Самару как интересное стратегическое направление. С 11 апреля 2017 года первый рейс авиакомпания Tokish Airlines прилетит в Самару. Петунья роза тюльпаны. Это лето в Самаре обещает быть разноцветным и благоухающим. По программе «Цветущий город» на самарских улицах высадят тысячи самых разных цветов. Городские власти украсят парки, скверы, набережную и обочины дорог. Предприниматели и жители тоже обещают не отставать. Тему продолжит Марина Матвейшина. Пышным цветом и разнообразием порадуют горожан Самарские улицы в этом году. В теплицах с пестремстрой зеленхоза уже начали появляться первые всходы растений, которые летом будут цвести на городских клумбах. По программе «Цветущий город» выращивают полтора миллиона цветов. В этом году их рекордное количество видов – от пёстрых петуний до ярких бегоний. Цвести будут не только клумбы в озон и кашпо, но и топиарные фигуры. Также в 2017 году планируется дополнительно приобрести 16 новых топиарных фигур. Бутцы и мяч, летящий мяч, мяч в сердце, мяч на волнах, один человек с мячом. Программа «Цветущий город» реализуется в Самаре уже второй год. В прошлом, благодаря ей, на городских улицах количество цветников увеличилось на треть. В этом году в некоторых районах цветочных клумб и фигур станет в два раза больше. Особенно на тех улицах, по которым проходит гостевой маршрут. Это в целом, конечно же, меняет облик города, это влияет на культуру, на настроение людей. И что отрадно, значительно большее количество предпринимателей в 2017 году планируют принять участие в этой программе. Поэтому я надеюсь, что в этом году порадуем жителей новым видом Самары. И количество сторонников будет еще больше. Предприниматели и обычные жители готовы привнести новые яркие краски в городские пейзажи. Владельцы кафе, магазинов и парикмахерских установят у себя на входе вазоны с цветами. А жители домов обещают разбить пестрые клумбы во дворах. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов, События. В Самаре курсируют необычные безопасные трамваи в рамках Всероссийской социальной кампании сложности перехода. Сегодня сотрудники ГАИ напомнили пассажирам общественного транспорта, что у них есть не только права, но и обязанности. На безопасном трамвае прокатился Андрей Горгуленко. Сегодня пассажиры трамвая пятого маршрута могли не только добраться до нужной остановки, но и получить вот такие замечательные подарки. Для этого нужно знать обязанности пассажира общественного транспорта и пешехода. Но если вы их вдруг подзабыли, то инспектор ГАИ вам обязательно напомнит. Госавтоинспекция города Самары приветствует вас в безопасном трамвае. Сегодня мы хотим вам напомнить правила перехода проезжей части и правила пассажиров в общественном транспорте. В салоне трамвая работают инспекторы ГАИ. Подходят к каждому пассажиру, рассказывают о правилах и дарят приятные сувениры. Но самое главное, напоминают об обязанностях, которые должен соблюдать каждый. Войдя в общественный транспорт, пассажир обязан присесть на свободные места, если они есть. Если их нет, то он обязан держаться за поручни, чтобы избежать падения. При выходе из общественного транспорта мы все становимся пешеходами. И наша главная обязанность убедиться при переходе проезжей части, что это будет безопасно. А вот работники ТТУ советуют и автомобилистам быть более ответственными. Если трамвай остановился, дверь открыл, значит надо быть готовым к тому, что люди или пойдут к трамваю, или от трамвая. Хотелось бы обратиться к водителям рельсового транспорта. Когда трамвай производит посадку-выставку, не все автомобилисты, к сожалению, пропускают пешеходов, для того, чтобы пассажиры могли войти или выйти из трамвая безопасно. За первые месяцы 2017 года в Самаре с участием пешеходов произошло 71 ДТП. Почти половина по вине самих пешеходов. В этих авариях три человека погибли, а 75 получили ранения. Андрей Горкуленко, Василий Калдашов. События. Чистая вода в каждый дом. В прошедшие выходные работники сферы ЖКХ отмечали профессиональный праздник. В компании Самарские коммунальные системы традиционно награждают лучших сотрудников дипломами, ценными подарками и денежными премиями. Чистая вода – их работа. Сотрудники Самарских коммунальных систем ежегодно в День работника ЖКХ награждают лучших представителей профессии. С 2014 года лучших выбирают каждый месяц, а в марте подводят итоги, торжественно вскрывая конверт с именем сотрудника года. В 2016-м им стал работник очистных канализационных сооружений Ярослав Бугнов. Я уверен, что на нашем предприятии масса людей, которые как минимум не меньше меня достойны этого звания, но тем не менее мне очень приятно, что выбор полный меня. Спасибо большой комиссии. Спасибо всем. Спасибо. Коллектив из трех тысяч человек тяжелым трудом обеспечивает бесперебойную подачу воды в дома Самарцев. Компания обслуживает больше полутора тысяч километров сетей водоснабжения и 1200 километров водоотведения. Большую роль в этом вопросе играют кадры. Я люблю свою компанию и я не жалею о том, что я сюда пришла и отдала уже 15 лет своей жизни. Это стабильная организация, это коллектив, это опыт, который я здесь получаю, это та организация, которая дает мне возможность развиваться каждый день. Отдел под руководством Надежды Самариной за короткий срок оформил 14 тысяч заявлений на оформление судебных приказов на общую сумму 166 миллионов рублей. Каждый взысканный рубль пойдет на поддержание и модернизацию оборудования, чтобы в домах самарцев всегда была чистая вода. Нам предстоит сделать очень много силами тех людей, которые здесь, которые на дежурстве. И мне бы хотелось, чтобы мы с вами работали, ну что ли, искренне. И желание работать, чтобы никогда не пропадало. Потому что, наверное, очень скучно. Просто приходить и работать скучно. Добиваться результатов уже гораздо интереснее и появляется стимул для того, чтобы работа всегда приносила не только удовольствие, но и какой-то конечный результат, который всегда радует. Компания СКС есть чем гордиться. В 2016 году работа самарских коммунальных систем стала примером по энергосбережению и энергетической эффективности. С 2013 по 2016 годы в водопроводно-канализационное хозяйство города инвестирован 1,8 млрд рублей. Компания занимается строительством очистных сооружений и ведет большую социальную работу. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Крупная коммунальная авария произошла сегодня в 11 утра в Красноглинском районе Колоддома. Одина на 19-м километре Московского шоссе прорвала трубопровод диаметром 700 мм. Без холодной воды остались 673 жилых дома и один из социально значимых объектов. К домам направлены более распитьевой водой. Их установили по адресам, которые вы видите на экране. Ремонт трубы все еще ведется. Специалисты СКС обещают работать без перерывов до полного восстановления водоснабжения. Работы планируют завершить к 21 марта. Количество рейсов из аэропорта Курумыч увеличила и Оренбургская авиакомпания. В какие города теперь самолеты будут летать чаще, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! В начале недели нефть ценой не радует. По-прежнему держится на уровне ниже 52 долларов за баррель. Валюта дешевеет. Курс на 21 марта. Доллар 57 рублей 28 копеек. Евро 61 рубль 69 копеек. Золото стоит 2288 рублей. Серебро 32 рубля 52 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 57 копеек. Дороже всего продать за 57 рублей 22 копейки. С переходом на весеннее-летнее расписание Оренбургская авиакомпания увеличила частоту рейсов из Самары в Пермь, Казань, Киров и Оренбург. Аналитики агентства Автостад провели исследования парка легковых автомобилей в России и определили самую популярную модель. Лидером оказался седан Лада 2107. Всего в нашей стране на начало года насчитывалось больше 1 миллиона вазовских семерок. Автоваз в этом году планирует произвести больше 420 тысяч автомобилей, сообщило Министерство промышленности и технологий области. На этом все. Удачи в делах! В ноябре в Самаре откроется музей имени Эльдара Рязанова. Располагаться он будет в доме известного режиссера. Сейчас здание на улице Фрунзе передано музею частично. Пока проводятся исследовательские и проектные работы. Предполагаемый интерьер представили главе города Олегу Фурсову. На каждом из трех этажей посетителей ждут мультимедийные площадки, которые будут знакомить с жизнью и творчеством Эльдара Александровича. Также на совещании были представлены два проекта сквера имени Рязанова с кинотеатром под открытым небом. Его открытие запланировано на сентябрь. В целом, я думаю, надо одобрить, поддержать и двигаться дальше уже. По музею все понятно, деньги мы заложим. По скверу, значит, как точку ставим, в течение недели постарайтесь. И, я думаю, тоже деньги будем искать. В день воссоединения Крыма с Россией прозвучали песни Владимира Высоцкого около его мемориала у Ледового дворца спорта. Самарские барды выбрали этот репертуар не случайно. Высоцкий почти все свои военные песни написал именно на этом полуострове. Народный концерт услышал наш корреспондент. Голос Сергея Лысенко легко спутать с голосом Владимира Высоцкого. Сам автор-исполнитель никогда не пытался пародировать известного советского актера. Оттого, признается Сергей, когда поет, его песни вкладывают в них свою душу. Вот и на концерте, посвященному воссоединению Крыма с Россией, выбрал песню Высоцкого «Спасите наши души». Крым всегда, пока он был украинский, это была такая наша боль. Потому что, ну, если правде в глаза смотреть, Крым всегда был русским. Поэтому все вернулось, так скажем, туда, где и должно было быть. Репертуар Высоцкого на этом концерте невелик, но значим. Прозвучали и такие песни, как «Мы вращаем землю» и «Братские могилы». Организаторы выбрали импровизированную концертную площадку у мемориала Высоцкого не случайно. Владимир Высоцкий имеет прямое отношение к Крыму. Он там не раз бывал, снимался в фильмах. Многие песни о войне он тоже писал из-за Крыма, потому что его дядя с тетей воевали в Крыму. И папа тоже много рассказывал о войне. В день воссоединения Крыма с Россией прозвучали патриотические песни и самарских авторов-исполнителей. Не жалели свои голоса в морозное мартовское утро Аркадий Славейчик и Александр Самарин. Есть такая песня «Я люблю тебя, Россия». Это очень знаковая песня. «Синее море за бортом» «Любет» тоже знаковая. Ну и, конечно, мы же родились все в Советском Союзе. Мой адрес – Советский Союз. Не потому, что это какая-то ностальгия. Нет, потому что это правда. И Крым был в Советском Союзе наш. Как теперь и стало, все нормально. Это для всех граждан очень важное событие. Подъем патриотических настроений. Песни про Россию и Самару звучали у Ледового дворца спорта больше запланированного времени. Публика вызывала артистов на бис не по одному разу. Лариса Шлафат, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. Далее коротко о других событиях дня. Татьяна Ярилкина добилась компенсации за незаконное уголовное преследование. Экс-председатель правления Банка «Волга Кредит» провела несколько месяцев за решеткой после того, как была обвинена в хищении векселей. Она находилась под домашним арестом 400 дней, а после вынесения приговора 83 дня в камере следственного изолятора. В итоге областной суд оправдал ее, а Ярилкина обратилась с иском о возмещении морального вреда. Вместо запрошенного миллиона она получит 110 тысяч рублей. Самарские спасатели вызволяли шесть автомобилей, застрявших в снегу у горы Барсук. Водители не смогли самостоятельно выбраться на ровную дорогу. Пострадавшим для оказания помощи были направлены два полноприводных автомобиля. Спасательная операция длилась более пяти часов и завершилась только в полночь. Используя лопаты и буксировочные тросы, застрявшие машины удалось вытащить. Все шесть автомобилей были отбуксированы на твердую дорогу, а люди, находившиеся в машинах, смогли продолжить путь домой. Весна не торопится в Самару. В начале рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода. При этом днем ожидается плюсовая температура, но не выше трех градусов. Ночью будет морозно. В понедельник ночью облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха минус 5, минус 10 градусов. На дорогах местами гололедится. Днем также облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха от минус 2 до 3 градусов. Такая же погода ожидает Самарцев и во вторник. Искусство у всей площадки покорны. К международному дню театра и к началу весны артисты театра оперы-балета устроили флешмоб в торговом центре. Исполнили фрагменты «Заперета летучая мышь», «Принцесса цирка» и кинофильма «Весна». Как искусство пришло в массу, увидел наш корреспондент. Не на привычной театральной сцене, а прямо в торговом центре звучит ария мистера Икс из «Заперета Кальмана» «Принцесса цирка». Такой необычный подарок сделали артисты оперного театра всем самарцам к началу весны и Международному дню театра. Кроме того, в программе отрывок из «Заперета Штрауса» «Летучая мышь» – песня из кинофильма «Весна». Классно, все хорошо. Хочется тоже петь и танцевать. У нас сестра наша солистка Московского театра оперет. Так что мы знаем все песни, все слова, музыку. Любим, ценим. У Самарского оперного театра большой опыт проведения флэш-мобов. И если сначала к этой идее относились настороженно, то после первых выступлений такой формат прижился. Все новое принимается не очень, как вы знаете. Ну, это вот, может быть, необычности данного мероприятия и жанра. Но потом, когда люди понимают всю полезность и для зрителей, и для театра, то есть это искусство пришло в массы, то уже отношения достаточно положительные. Артисты оперного уже освоили площадки Самарского железнодорожного вокзала и аэропорта «Курумыч». Выступали в столице на Павелецком и Ленинградском вокзалах. Виктория Шарая, Валерия Макарова, Константин Головин. События. Большой футбол вернулся в Самару. Крылья Советов провели первую домашнюю встречу в этом году. Как завершилась игра с Ростовом, расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». В рамках 20-го тура Чемпионата России по футболу в гости к Крыльям Советов приехал клуб Ростов. Для гостей встреча стала четвертой за последние две недели. В Самару ростовчане приехали после тяжелой еврокубковой игры с Манчестер Юнайтед. Перед этим матчем мы два дня назад сыграли игру, преодолели большое расстояние. Ребята были в недостаточно восстановленном состоянии и тем не менее проявили очень большой характер и на протяжении всего матча. Матч из-за качества поля, который все же допустили к играм чемпионата, получился вязким и медленным. Команды мало комбинировали и предпочитали забрасывать мяч к нападающим. Самый опасный момент у Крыльев был на 42-й минуте. После удара Таранова со штрафного мяч угодил в перекладину. У нас есть игроки сильные, я думаю, и все еще впереди. И это очко, которое мы сегодня заработали, все-таки даст положительный получок вперед, и мы будем побеждать. Ну а в концовке игроки Ростова упустили несколько стопроцентных моментов все же забить гол в матче. Но сначала Дмитрий Поло спростил нашу команду, не сумев воспользоваться ошибкой Волжан из-за коварства поля. А затем герой стал вратарь Крыльев Георгий Лория. Итог – нулевая ничья. Самый главный итог – это то, что мы завоевали очко. И с учетом того, еще раз повторюсь, что в конце Ростов все-таки был ближе к победе за счет того, что мы допускали ошибки на своей половине поля. После ничьи Крылья с 16 очками занимают 14-е место. Следующую встречу с одним из лидеров в столичном ЦСКА волжане проведут после перерыва на матче сборных. 2 апреля в Москве. Первое место в чемпионате пока удерживает московский «Спартак». Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Twitter, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи всем! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!